Привет, дорогие друзья! В Верховной Раде удалось нам задать ряд вопросов депутатам от Слуги Народа. Другие вопросы я потом в другое время покажу. Нас интересовал вопрос, а достаточно ли наказания к напкодавам, вот там денежное наказание какое-то. Ну вы же понимаете, что директору спиртзавода, к примеру, один из них директор спиртзавода, ему поплевать на тебя 40 тысяч гривен, 50 тысяч, ну все равно, сколько там тысяч гривен. Фишка в другом, фишка в том, что обещали, точно я помню, и вы помните, как обещали, забирать мандаты у кнопкодавов. И тут вдруг деньгами, да не последний раз, в общем мы спрашиваем. Скажите, достаточно ли наказали вообще депутатов в кнопкодавах? Что вообще сказали об этом на заседании фракции? А, смотрите, мы вважаем, что это, ну, очень плохая вещь кнопкодавства, и мы шли на выборы, мы обещали, что мы выкоренемо это. Плохая все-таки вещь кнопкодавства. Мы думали хорошая, она оказывается плохая. Но мне не нравится определение «искореним». Мы обещали, что мы искореним. Что значит «искореним»? Это какое-то такое размытое достаточно определение. Нет, вы обещали мандаты забирать, мы помним. И вы видите, яка в нас заповнена, как местная фракция, самая фракция «Слуга народа», вы видите, что практически все всегда на всех заседаниях. А действительно с коллегами была очень важная разговора. И это, знаете, как говорят, остальное китайское предупреждение. И мы принимаем, что это история, ну, знаете, такая, ну, очень большое желание было именно за тот закон, чтобы он пришел. Вот оно все. У них просто было желание проголосовать за этот закон. Вот 25 лет до этого, все кнопкодавы, я вас уверяю, у них было большое желание проголосовать за этот закон. Они, у них душа не на месте была. Душа не на месте была. Они всегда, когда голосовали за десятерых, просто от большого желания, чтобы закон прошел. Слабое оправдание, друзья. Мы считаем, что это последнее предупреждение, что касается нашей фракции. Что касается других фракций, будет императивный мандат, будем. А последнее предупреждение? Последнее предупреждение. Как в детском садике. Я помню, в детском садике такой был. Это тебе последнее предупреждение? Да, но у нас есть вопрос. Вы же это обещали. Да, дело в том, что вы заходили в парламент. В принципе, до прошлой недели спикеры вашей партии и фракции утверждали, что первый же кнопкодав будет исключен и лишен мандата. Будут ли они исключены, вот эти вот... Сейчас было... Ну, первое, мы еще ждем решения регламентного комитета, да? Мы будем... Когда будет решение регламентного комитета, а фракция, мы уже будем собираться... Будем собираться, там, обсуждать. Какие еще предвыборные обещания собираетесь обсуждать, друзья? Все, медовый месяц прошел. Пора с вас иногда уже спросить. Кто это в вышиванке? Скажите, пожалуйста, что достаточно покарали депутатов-кнукодавев? Как вы думаете, вот... Смотрите, на самом деле, то, что произошло в зале, было частью процесса. Мы еще в фракции, это вопрос мало говорили. К сожалению, вчера я был на визите в Варшаву, в колледжи в Йорк. Ну, извините, нам не очень интересно, где вы были. Были вы в Варшаве или в Венгрии, или на какой-то... В Коста-Рике. Тут фишка в другом. Что вы этого, а, не обсуждали на фракции, на заседании. Б, что вы их просто не лишили мандата. Что нам нужно реагировать на порушение базового факта, который для нас важен. И по которому и я, и я співавтором закону, который создает покарание, как кодави и прогулщиков. Просто, когда заходили в парламент, до минулого тижня утверждали, что первый кнопкодав будет, у него соберутся мандат. Кто стверджу. Кто стверджу. Кто стверджу. Кто стверджу. Может быть память слабовато, может быть какие-то другие мотивы, но фишка в том, что их не говорили, что будут есть, плевать. Нет. Говорили, мандаты лишат. По-украински говорили, по-русски. Мы это слышали. А что? Не лишат, да? Лиза, подскажите, достаточно ли наказали депутатов кнопкодавов? Что сказали вообще на заседании фракции, вот по двум вот этим случаям, на отслуги? Ну, сейчас отрабатывается механизм, по которому будут более жесткие наказания, чем то, что они просто извинились. Я радикальный человек, я за более жесткие меры. Ну, сейчас как раз отрабатывается тот механизм, при котором будет очень ощутимо тем, кто хочет за кого-то проголосовать, то наказание, которое будет выбрано извинить. Скорее всего, это будет финансовое наказание в размере, скажем, месячной зарплаты или двухмесячной зарплаты за то, что человек один раз. Если будет повторяться это дело, то тогда будет более грубое отход за лишение. А я помню, я помню, да, когда слуга народа шли на выборы, они говорили, мы два предупреждения сделаем, а потом лишим мандата. То есть не говорили, нет. Они говорили просто лишить мандата, да? Ну, а Владимир Александрович обещал, что будут сразу лишать мандата. Ну, понимаете, да, было такое, что это было сразу. Сейчас, когда возникла дискуссия, это очень сложный вопрос, потому что проголосовали, прокадавили два мажоритарщика. Мажоритарщики шли не по списку. И, естественно, чтобы их исключить, то это нужно, их же не партия, по сути дела, да, они шли под брендом партийным, но за них голосовали люди. И, по идее, их для этого должен быть отработан и проголосован еще один закон, который называется закон об отзыве народного депутата. И тогда, если мажоритарщик нарушает эти правила, тогда люди имеют право его отозвать. Но этот закон еще не внесен, он пока дискутируется. Поэтому, чтобы не было, скажем, каких-то антиконституционных, потому что просто лишить мандата за кнопка датства в Конституции не прописано в этих условиях. Поэтому, чтобы это внедрить, все-таки сначала нужно внести некоторые изменения. А, понятненько. Просто мы этого не знали, и я думаю, что большинство людей, которые голосовали и повелись вот на это обещание, они этого тоже не знали. Что надо много чего изменить, и все не так просто оказалось. А мы думали просто. А вот Давид Арахамия как раз-таки. Мы, к сожалению, на заседании не успели рассмотреть, потому что мы выбились сильно за график. Мы планировали два часа фракцию, получилось три с половиной, и не добежали. Следующую все равно вынесем. Что касается наказания... Смотрите. Было запланировано два часа заседания. В итоге растянулось почти в два раза, и стало три с половиной часа заседания. Но, тем не менее, до вопроса к напкодавству своими депутатами не добежали. А почему не добежали? Надо было, мне кажется, одним из первых вопросов этот вопрос обсуждать. Или это уже не так важно, потому что голосование уже было. Я считаю, недостаточно, если честно. Но, учитывая там, как бы, как правильно сформулировать, как смягчающее обстоятельство, в связи с тем, что не было умысла, потому что не было мотива... Смотрите. Не было умысла, потому что не было мотива, а это смягчающее обстоятельство. Тут какая история. Когда человек выходит, начинает шмалять в воздух, да, вот просто, то это считается хулиганством. Это хулиганство, статья. И хулиганство, статья, это тяжелая статья, на самом деле. Это там до семи лет может получить просто без умысла, когда он... То это хулиганство, да? Все думают, хулиганство это как бы... Ну, не очень страшная статья. Достаточно страшная статья. Но тут еще дальше можно пойти. Если кто-то кого-то грохнет, просто без умысла, просто с охотки вышел и такой... Что-то мне твоя морда не нравится. Грохнул. То получается, он не может подвержен быть никакому наказанию. Он не подсуден. Мотивы какие-то очень странные. Я попробовать хотел и так далее. Ну, то есть, ну, реально не нужно было. Необходимости никакой не было, поэтому мы как бы... Попробовать хотел. Просто по кнопке давить. Упс. Получилось, да? Что значит хотел попробовать? Я иду мимо булочной, хочу попробовать булочку. Съел, а это чужая булочка, я же за нее не заплатил, да? Это все преступление, на самом деле. Мы решили уже наказывать деньгами. Поэтому мы их потребовали, чтобы они свою зарплату передали нам благотворительно. Да, дело в том, что просто как раз, когда вы заходили в Раду Верховную, господин Зеленский, говорили, что будут кнопкодавов убирать из Рады. Да, смотрите, если вы почитаете этот закон, там вот про усиление ответственности. Там первые, ну это как вот в правилах футболе, желтую карточку получил, штраф заплатил, еще раз получил штраф, а потом красную. Конечно, я помню, в предвыборной программе там так и было. Первое предупреждение, желтая карточка, второе предупреждение, желтая карточка. А потом, да, или нет, или все же нет. Ребят, надо просто исполнять свои обещания. Потому что на обещаниях невыполнимых легко заходить в Верховную Раду. Когда ты обещаешь, там, цену на газ 10 раз снизить, да, лишать мандата за кнопкодавство. Это легко. Когда ты этого не обещаешь, тебе тяжелее заходить в Раду. Но если уж зашли, то исполняйте. Они сейчас декларируют, что это, как бы, такая смесь случайностей, любопытства и, не знаю, слабоумие и отвага. Знаете, есть такая поговорка в стартапах. Вот, мне кажется, вот где-то вот так, да? Слабоумие и отвага. Ну, я могу сделать вывод о том, что они слабоумные просто. Вполне возможно, что они слабоумные. И не понимали, что они делают. В таком случае лечить их в психбольнице. Я думаю, это будет правильное решение. А отмазываться, рассказывая о том, что надо там много еще чего принять, да тут нет, все так просто. Это выглядит странно. Потому что это одно из предвыборных обещаний, которые четко артикулировались, четко произносились четкими людьми, в том числе президентом. У меня все пока что. Потому что мы получили еще интересные ответы от слуг народа. И вам понравится. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Пока.